Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. Если вы до сих пор не подписаны, мне будет безумно приятно, если ты это сделаешь. Сегодня у нас, как вы уже поняли, курица-гриль. Она сочная и очень вкусная. Здесь у нас вот этот вот салатик. Микс консервированных овощей. На шарап. Давайте приступим. Я обожаю начинать именно с крылышек. Это вообще... И сегодня хотела бы, во-первых, передать огромный привет моей подписчице, которая уже в Браво супермаркете второй раз встречает мою маму. Мама говорит, что передай ей привет. меня не было в Браво. Я у мамы спрашиваю, как зовут девочку. Мама такая... Зульфия. Или Зарема. Я говорю, господи, как сейчас передать привет, если я даже не знаю, как ее зовут. Мама не запомнила, поэтому извиняюсь, моя хорошая. В общем, мне безумно приятно, что вы даже маму узнаете. Я не понимаю, как можно иметь такую гениальную память. Я, например... Я бы не запомнила. Вот это точно, однозначно. В общем, спасибо, что смотришь. Я вас тоже всех очень сильно люблю. Если бы смогла всех 200 человек просто обнять, я бы с удовольствием это сделала. И так смешно она сказала, я знаю про вас все, кроме группы крови. У меня вторая положительная. Теперь ты знаешь все без этих, кроме. Вчера вечером мне подписчица написала сообщение в инстаграм. Про свою жизнь, про отношения. Очень много сообщений длинных. Попросила все это зачитать. Ну, если я сейчас сяду читать, боюсь, что пол-видео я просто буду читать ее сообщения. Пишет мне Ника. Ника, тебе огромный привет. Тут много чего я пропускаю. Каждые мои отношения начинаются одинаково и заканчиваются ровно через 3 месяца. Это просто мой максимум. Либо я понимаю, что мужчина мне не подходит, либо мужчина понимает, что я недостаточно интересная для него. Первый месяц моих отношений проходит замечательно. Но после второго я замечаю, что человек ко мне остывает. И когда он ко мне остывает, я начинаю бить панику, спрашивать у него, что произошло. Почему он мне не звонит, не пишет. И в конце так получается, что наши отношения завершаются. И дело тут не в молодых людях. Мне кажется, на меня навели порчу. Другого выхода из данной ситуации я не вижу. Порассуждаю, пожалуйста, на эту тему в своих новых видео. Вот девушка много чего написала. Я просто один небольшой как бы отрывок вам прочитала. Суть заключается в том, что у девушки отношения заканчиваются через 3 месяца. Первый месяц все хорошо. Подарки, цветочки, там, не знаю, рестораны, кино, домино. И она не понимает, почему отношения заканчиваются. Мне кажется, что ты сильно наседаешь на человека. Если человек тебе не пишет, мне кажется, ни в коем случае не стоит писать ему, что почему ты мне не звонишь. Он не обязан тебе писать. Вы знакомы 2 месяца. То есть ты не его жена. Он пока что делает свой выбор. И мне кажется, в этот момент очень важно не показать свою прям сильную заинтересованность, что ты как раз таки и делаешь. Мне кажется, это просто огромная ошибка. И вот в этом заключается весь провал. Я, конечно, могу и ошибаться. Но мне кажется, предъявы должны начинаться, не знаю, с года отношений. Когда ты уже предъявляешь, что почему ты мне не звонишь. Если человек тебе не звонит, то значит, он не хочет тебе звонить. Насчет порчи и всяких этих мистических моментов. Я в этого все не верю. К сожалению, люди привыкли себя идеализировать и обвинять кого-то в своих неудачах и провалах. То есть кто-то на меня навел порчу. Согласитесь, это как бы проще, чем копаться в себе. Может, просто я скептик, но я в этого все не верю. Мне кажется, просто надо пересмотреть. Если ты уже, не знаю, встречалась, к примеру, с 20 парнями, и со всеми ними повторяется одна и та же история, уже надо задуматься. А что не то во мне? Мои отношения с парнем начались не так уж стремительно, так скажем. Мы сначала просто общались. Он в день один раз мне звонил или писал. Я не могу сказать, что он 24 на 7 мне строчил. Конечно, это было каждый день. То есть не было дня, чтобы он мне там не позвонил. Но это было всего один раз на дню и то вечером. И до этих пор я сама не писала. Я ждала, пока он сам напишет. А потом делала вид. Только что хотела тебе написать, ты меня опередила. Главная ошибка, которую я вижу, это чрезмерная назойливость. То есть проходит немножко время. Человек хочет как-то отстраниться от тебя. И в этот момент ты тоже должна отстраниться от него. Я просто в пример беру себя. Если мне молодой человек будет каждый например, два дня предъявлять за то, что почему-то мне не звонишь, почему-то мне не пишешь. Меня это оттолкнет. Просто однозначно. Я помню ситуацию. Моего брата была девушка. Мы все учились в одной школе. И моему брату она очень нравилась. Ну, по его меркам, так скажем. Мне брат частенько давал какие-то советы по отношению общения с мужчинами. И, в общем, эта девушка изначально ему нравилась. Они начали общаться. Я спросила у брата, как тебе она, как у вас развиваются отношения. Он сказал, что мне она нравится. Она такая легкая в общении. То есть все устраивает. Прошло немного времени. Он стал меньше ей звонить, писать. Но это было связано больше не с их отношениями, а с его личными проблемами. В тот момент у него были некие моменты в жизни не очень приятные. С его карты там сняли деньги. Никак не могли выяснить, кто это. А у меня брат такой человек. Он не станет рассказывать о своих проблемах девушке, тем более, с которой только начал общаться. И эта девушка постоянно начала ему писать «Ты про меня забыл. Ты потерял интерес ко мне. Что случилось? У тебя появилась другая». И так далее. А у меня брат он не бабник. То есть ему просто лень. Ему в лом общаться с несколькими девушками. То есть дело не в том, что он прям за верностью, семейные ценности и так далее. Он всегда мне говорил «Сколько же надо иметь свободного времени, чтобы общаться с несколькими девушками?» «То есть этой позвонит, той позвонит, с этой сходи в ресторан, с той. То есть у него даже нету такого, знаете, интереса прям. девушка прям назойливая была. Постоянно писала, писала, писала. В какой-то момент он мне сказал, что я просто не хочу с ней общаться. Мне уже надоели вот эти вот предъявы. В каких-то моментах нужно иметь немного терпения. Если человек действительно вам дорог, мой так совет. Он мне всегда говорил «Я желаю тебе только счастья». «Именно поэтому не советую. Всегда мне брат говорил «Не советую, например, первые где-то 4 месяца общения вашего сильно надоедать мужчине. Я так подумала и поняла, что он прав». В конце у них ничего не получилось. Девушка мне писала, звонила. Видели в школе. Она спрашивала «Скажи честно, ты мне не говоришь?» У него, наверное, появилась другая и так далее. Я говорю «Успокойся, нет». Какая-то другая. Все отлично. Просто он хочет остаться один. Я же не могу как-то управлять мыслями моего брата. То есть я не могу его заставлять. У нас вообще в семье так не принято. То есть каждый сам решает, с кем ему жить, как ему жить. Это так. Москва, он должен жить. onance. Он создает другigo di полы. АПЛОДОМИЛОСАФССАм онлайн и saç, советую десантки подббкой онлайн заклиниться. Я еще тоже dafürذا 가져ié поколение. О каких-то должен перемешать. У нас будет меньше дешевое и�len. очень вкусно прям обалденно мой брат много крутых советов мне дал когда мне еще было 14 15 лет именно поэтому я всю жизнь никогда старалась не бегать за парнями постоянно его отношения были на моих глазах потому что мы учились в одной школе я видел с кем он общается какие ошибки допускают эти девушки какую реакцию показывает на все это он конечно ситуации разные бывают может вы изначально делаете неправильный выбор но в большинстве случаев на мой взгляд все-таки наверное если ситуация циклически повторяется скорее всего есть и какие-то ваши ошибки цените себя если вы сами не будете считать себя самой лучшей поверьте мне никто не будет читать покупала буквально пару дней назад у нас под домом открылся новый супермаркет я пошла там купила вроде цена та же самая но курица такая жесткая вообще невкусная видимо у них какой-то другой аппарат в общем на этом все мои хорошие спасибо что досмотрели это видео до конца не безумно приятно обязательно ставьте лайки подписывайтесь всем пока